У каждого человека в жизни есть моменты, когда эмоции тебя переполняют. И именно такие моменты, я считаю, могут стать данными отправными точками, которыми можно, ну, как скажем, замерить жизнь. Красноречивые, эрудированные, юные и целеустремленные. Ульяновские умники и умницы на региональном этапе Гуманитарной Олимпиады школьников в этот раз показали знания об Александре Невском и истории Руси в целом. Десятиклассница Арина Абрамова к состязаниям готовилась долго. Победу ждет, но и участие для девушки тоже своего рода победа. Это замечательный шанс проявить себя, познакомиться с новыми людьми, улучшить свои знания в области истории, а также испытать свою удачу и иметь возможность поступить в МГИМО. Ульяновские школьники выбирают успешную дорожку. Путь не из легких, но для целеустремленных препятствий нет. Главные призы регионального этапа Олимпиады «Умники и умницы» – это 30 тысяч рублей и поездка в Москву. Не просто путешествие, ступенька выше. Сначала четверть финала игр, а потом, возможно, и сам финал. В прошлом году победителями Олимпиады стали сразу два ульяновских школьника. После сдачи ЕГЭ их дорожка прямиком в МГИМО. С победой ребят поздравил в Рио губернатора области. Не забывайте, что у вас есть Родина, и здесь вас всегда ждем. Тем более, здесь живем очень удобно, скажем, правильно? Подготовка была невероятно сложной, потому что она научила меня многому и позволила сделать многие выводы. А значит, действительно, было нелегко. Самый главный вывод, наверное, это проявлять силу воли, потому что у всех есть возможности, и нужно просто пользоваться ими и действовать. С 90-х самая знаменитая Олимпиада раскрывает таланты по всей стране. Конкурс сохраняет традиции и не теряет актуальности, потому что ум и эрудиция всегда в тренде. Область чрезвычайно сильная, дети совершенно замечательные, охват нашего всероссийского телевизионного движения «Умники и умницы» очень широкий. У нас, как на Олимпийских играх, знаете, там эти три знаменитых слова – выше, быстрее, сильнее. У нас также высокая гуманитаристика – это состязательность, и третье – это телевизионность. Наших юных земляков, проявивших себя, можно будет увидеть в эфире Первого канала в июле. Маргарита Матюшинская, Сергей Рябухин, репортер 73.